Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Ильберт Раткин. Сегодня у нас в студии гость, долгожданный гость, Александр Трофимович Семченко. Приветствую вас. Приветствую, да. Александр Трофимович, давайте начнем с молитвы. Давай начнем с молитвы, да. Потому что нас смотрят сотни, тысячи людей, которые ждут, наверное, ждут. Ну, я с удовольствием уступаю тебе право помолиться, как более знаменитому, более именитому, более раскрученному. Не то, что я там уже где-нибудь на покое, да. Единственное, что я... Хочешь, я тебе уступлю свою рубашку епископскую? Ты епископ в черной рубашке? Мы же обещали год назад, мне сказали, в следующий раз, да. Во время первого эфира. И я забыл, я обязательно тебе привезу в ближайшее время, да, епископскую рубашку, да, не какую-нибудь яркую, а вот бордовую, да, бордовую. Помолись, брат мой. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за все, за этот удивительный новый день. И в этом дне мы просим, даруй нам мудрости, Господь, быть скромными, быть мирными, Господь. Иви славу Свою во всем. Слава Тебе. Аминь. Аминь. Ну, я хочу сказать к разочарованию наших слушателей, все основное мы с тобой обсудили до эфира. Уважаемые слушатели, мы вам точно не расскажем, о чем мы говорили. Ну, мы говорили о серьезных вещах, я выражал свое беспокойство за будущее Радкина, за его, вот, такое жесткое направление, противостояние с бывшим своим начальником Лиховским, жесткую критику властей. Вот, и думаю, куда это все приведет. У меня есть уже такой один друг, Юрий Кириллович Сипко, бывший мой начальник. Вот, он меня уволил. Видите, пострадали мы от бывших начальников. Да, он меня уволил при помощи еще одного гостя, который здесь присутствует, да, вот, но он вне кадра. Мы промолчим, пусть гадают люди, кто у нас еще был в студии, вот, и промолчал, мы его не показали. Так вот, он меня увольнял из своего ведомства Союза Баптистов, да, мы так долгое время в напряжении с Юрием Кирилловичем были. Потом как-то встретились, немножко сгладили, так вот, со стола смели самые крупные крошки. Я переживаю, что ты пойдешь по этой дорожке, и мне кажется, это было бы неправильно. Ты все-таки творческий человек, и служитель, и у тебя получается, и церкви за тобой, скорее всего, пойдут. Поэтому надо как-то с властями уладить этот вопрос соответствующим библейским принципам образом. Как это, я не знаю. Мы как-то говорили на одной из прошлых передач, что надо сделать передачу о властях христианин и существующей власти. Вы знаете, что это такое? Давай поговорим, мы должны договориться с тобой в ближайшее время, такую программу выбрать. Ну, сегодня все-таки, ну, вот я знаю о вашей ситуации, непростой ситуации, Александр Альбович. Расскажите, может быть, что происходит у вас? Ну, сейчас я уже не просто епископ евангельских христиан в отставке, я уже никакой не начальник. Осталась одна церковь, и оказалось, это сложнее всего передать пасторству. Члены церкви имеют свою точку зрения, не все хотят, поэтому я еще этот вопрос не уладил. На последнем допросе мне сказали, что до конца... Ой, давайте проясним немножко, у вас дело ведется. До конца, да, да. Четыре года тянется дело по рейдерскому захвату административного здания, где раньше был мой офис. Он мне не принадлежит, и я к нему не имею никакого отношения. Но имеют к нему, к этому отношению мои родственники, поэтому следователи говорят, ну, раз родственники, это подставные, значит, подставные. Поэтому они арестовали это здание в рамках уголовного дела и собираются его отобрать, продать с торгов. Поскольку я не признаю себя виновным в том, что мне инкриминируется, то говорят, тогда посадим. Ну, что я могу сказать. Единственное, что я должен сказать, новое во всей этой перипетии, что раньше я предпочитал договариваться со следствием. Таким или банальным образом заплатить, или еще что-либо. То есть сейчас мы решили объявить пост, уже вот вторая пятница мы постимся и говорим Господу, скажешь сидеть? Ну, будем сидеть. Конечно, первый раз я сидел 37, а сейчас мне 73. Разница большая. 40 лет спустя, понимаешь? Ну, я знаю, что есть люди, которых и в большем возрасте сажают. Ничего страшного. Ну, статья-то, как и тогда, опять же, не заплатили. Ну, мне придумали, что я не заплатил какие-то налоги в лохматом году. Да, ничего не помню уже о том периоде. Вот, просто придумали. А что ты сделаешь, если экспертизы пишут то, что они придумали? Мы не знакомы. А суд подпишет то, что придумали экспертизы, которые утвердили то, что придумали следователи. Ничего нового нет под солнцем. Срок большой у вас ожидания? А? Какая статья? От 6 до 10. Неужели они пойдут на это, что по суду? Ну, это мало ли что не пойдут. Все равно это в руках Всевышнего. Могут дать 6 строгого, 6 обычного, могут 6 условно. В руках Всевышнего. А может дело развалить, да, как это самое, как бывало до этого. Поэтому все в руках Всевышнего. Ну, я иногда торгуюсь с Господом. Говорю, господи, ну, 73, не 37. Ну, он не пишет мне на стенке рукой. Это последняя степень, когда человек слышит Бога, когда ему Бог рукой на стенке написал. Такое было в истории. Помню. Ну, и говорит, а чем ты лучше апостолов? Покажи хоть одного умершего на своей постели в кругу семьи. А что пишут у хороших нынешних проповедников? Что умер в кругу семьи на таком-то году жизни, да, на своей кровати. Ну, да вроде бы это и неплохо. Скажите, вот вы ходите сейчас к следователю, не знаю, в следственный комитет идет или по... Следственный комитет. Следственный комитет северного округа, особняк ведет какое-то особо тяжкое преступление, да. Вы по-старому ходите? Как тогда уже ходили? Берете с собой уже какой-то вещь, мешок? Да, он у меня всегда в машине, потому что могут не отпустить. Поэтому не так давно, когда мне сказали, что в ноябре уже должен быть суд, я пересмотрел лишние вещи. Убрал продукты еще, продукты в суде, скорее всего. В суде надо носить с собой. Вот, и уповая на милость Божью, ведь Бог... У меня есть один друг в церкви, который говорит, надо провозглашать. Это все не будет, это все развалится. Это то, это то, это то, это то, это то, это то. У него вера провозглашающая. А у меня просто вера на то, что будет то, что Господь Бог скажет. Вот в это вера у меня есть. Вот что он скажет, мы увидим. Можно вот задать такой вопрос, вот если сравнивать систему исполнения наказания тогда и сейчас? Вот, ты знаешь, не могу сравнить. Я знаю, что сейчас вроде бы и с продуктами полегче, с передачами. Когда я сидел, можно было на общем режиме одну передачку 5 килограмм два раза в год. И ларька не было местного? Ларька, ларьок был, но надо, чтобы деньги были для ларька. Вот, а так сейчас говорят, камеры, если есть у тебя деньги, то там можно устроиться хорошо. Вот, но денег нет, поэтому не знаю. Ну, я не знаю, знаете вы или нет, вот сейчас огромный скандал набрал обороты в стране по поводу пыток и издевательств в тюрьме. Опубликовали сейчас в нескольких областях, по-моему, Иркутская, Саратовская и Владимирская, по-моему, область. В интернет попали вот эти 40 гигабайт видео, где сотрудники на вот эти специальные, как у них сейчас записывающие, передавали активу вот этим заключенным, которые избивали, насиловали, все снимали для того, чтобы шантажировать. Причем пишут и говорят, бизнесменов, политиков, разных-разных-разных людей. Я думаю, что пытки были всегда. Я думаю, что даже преуспели не наши в этом, допустим, пытки американцам, у Гуантана, говорят, наши мы не снились. Там пытки как-то официально присутствуют. Вот в американской системе пытки, у нас вроде бы официально пытки запрещены. Они присутствуют, но запрещены. А там разрешены и тоже присутствуют. Ну вот в советское время, когда первый срок вы получили, вы слышали об этом? Конечно, слышал. Пресс-хаты? Пресс-хаты всегда были. Кого подвергали? Людей, не согласных с режимом, людей, протестующих против режима, людей, мы будем говорить, идущим против режима. Они были всегда. И поэтому всегда находились люди, которые унижали тех заключенных, на которых начальство показывало пальцем. Сейчас вот в число попали бизнесмены, политики. Ну сейчас политиков может быть меньше, а больше бизнесменов, говорят, им очень тяжело живется в тюрьме. От них деньги вымогают, требуют. Сейчас там в камерах существует большое количество телефонов. И много еще там целые колл-центры существуют. Но сказать, что мне очень интересно посмотреть на все это, я тебе честно скажу, не очень хочу. Лучше я прочитаю об этом в каком-нибудь репортаже. Но если Бог позволит, ну, или прикажет точнее. Пойдем. Ну вот так называемый красный актив его называют, который выполняет все поручения администрации, которая вот всем этим занимается. Снимают, записывают, насилуют, бьют, избивают. Как вы думаете, знаете, я о чем задумался? А нет ли в церквях такого же красного актива? Вот они ходят, они вроде нормальные. Но когда надо любого, любого верующего, за любую ошибку, промашку, за любой голос. Вот я слышу сейчас, знаете, поясню немножко, я слышу много голосов о разных ассоциациях, которые входили в известный союз, где такие жесткие полу, какие-то вот бандитские структуры уже существуют. И мне прямо это так напомнил, ну, вот этот вот актив. Что они вроде и наши, а вроде готовы по первому слову растерзать любого верующего. Ну, сравнить церковь с зоной нашего ФСИН. Я говорю, что есть такие, как вы думаете? Это чересчур, я так думаю, смелое заявление. А то, что в церкви всегда много было предателей, так это еще со времен Иисуса Христа. Ну, вот считай, каждый 12-й, каждый 12-й, мне все было интересно. А как это в Америке? Наши же уехали туда. И тут получаю письмо от наших иммигрантов, что вот такой-то, такой-то, который ходил в КГБ и рассказывал о гостях, о чем они проповедуют, да, оказался на территории подведомственной ФБР, да. Я думаю, так как же, чем мне, чем же здесь мне заняться? Пошел в ФБР и предложил свои услуги. К своему удивлению или к всеобщему удивлению, они прореагировали нормально. И дали ему список вопросов, которых их интересует, да, в закрытых сообществах среди русских. Это все-таки русские там живут, комьюнити, американцы языка не очень там знают. Они с удовольствием приняли его услуги. Я потом встречаю одного американца, который хвалился своей этой самой свободой, так называемой, и говорите, вот тебе письмо пришло ко мне в редакцию протестанта с известными фактами, вот перечень вопросов и даже скам той записки, где ФБРовец написал своей рукой, как подлинный документ. Он заинтересовался, человек был из высоких кругов, знакомый с разными всякими там сенаторами. Было расследование, говорят, что уволили этого ФБРовца. Но я понял, что во всем мире все работает одинаково. И везде власть сует свои уши и имеет верных людей, чтобы им доносили, и тогда им живется спокойнее. А так, как понять, что там, чему-то мучает Раткин в своей церкви. Вот, может быть, он воспитал уже две-три сотни экстремистов и сказал, что они пойдут со взрывчаткой какие-то там всякие. Вот прям раскрыли одного так же, пришел ко мне в кабинет, телефон включился. Разговор начался с ничего, полилась грязь, полились эти. Я говорю, да, вот понятно, на кого ты работаешь. Стукачок габийский. А все, записывает. Я говорю, ты записываешь? Даже сейчас вот сидит с пастором, разговаривает. Говорит, а что вы мне сделаете? Ничего не сделаете. Я говорю, да ничего я тебе не сделаю. Что же я тебе сделаю? Ну, людям скажем, кто ходит и кто стукачет. К сожалению, стукачество всегда было в церкви. Ну, почему? Слава человека или что вы? Или действительно, вот вы говорите, власти следят за нами. Ну, что, нас и так, ну, давайте о протестантах поговорим. Мы же мизер здесь. Ну, пыль, даже погрешность какая-то на карте России. Ну, я тебе хочу сказать, для государства нет погрешности. Для государства каждый экстремист на вес золота его надо безвредить, потому что любой экстремист делает громкие вещи, которые слышны не то, что на всю страну, а на весь мир. Ну, что-то среди протестантов-то не было, ни ловили, никого не пригласили. Ну, кто его знает, экстремисты, они сами выбирают то общество, где они находятся, и работают в меру своих способностей. Поэтому я думаю, что то, что государство желает контролировать, на мой взгляд, у меня вопросов не вызывает, как это так. Ну, на то оно и государство, чтобы контролировать все сообщества, существующие у них на территории. В коммунистический период сообщество протестантов рассматривалось вообще, как политическая партия, стоящая в оппозиции основному режиму. Вот так они рассматривали. Они так и говорили сотрудники КГБ, с которыми приходилось когда-то беседовать. Они так и говорили, что мы рассматриваем вас, как диссидентов. Мы даже рассматриваем вас, как разоначальников диссидентского движения. Это вы породили вот их, а не наоборот. С водомыслием своим, да? Поэтому что тут странного, в этом нет. Когда начинает какое-то общество прижимать, оно, естественно, не начинает питать более теплых отношений, чем до прижимания. Поэтому это все правильно по-человечески. Вот это сообщество. За что, спрашивается, посажали столько народу у яговистов? За что? За веру? Да нет, это просто, на мой взгляд, к вере не имеет никакого отношения. Просто это эксперимент. Это эксперимент борьбы с инакомыслием. И самое интересное, что все сверующие согласились, что правильно их сажают. По крайней мере, никто не заступается. Или почти никто. Но вот ваше объединение всех. Вы тоже с этим согласились? Вы тоже не заступаетесь? Знаешь, я пытался им как-то посодействовать, помочь. А они не хотят принять эту помощь. Они говорят, нет, мы от иноверцев ничего не примем. И я тебе хочу сказать, что мы для них, как идеологически, такие же враги, как и власти. Только мы их не можем гнать. Они так же нас не любят, как и не любят общество. Ну, вот так это сообщество настроено. Вот как им помочь? Даже переписываться с ними нельзя в социальных сетях. Один мне пишет, ты еговист? Я говорю, нет, я евангельский. Тогда я тебя удаляю в черный список. И заблокировал меня. Ну, вот, пожалуйста. Я вроде смотрел, их юристы идут на контакт и просят, чтобы помогали, содействовали. Те, кто защищает их. У них же есть... Если ты правозащитник светский, да, если ты верующий, то нет. Однозначно. Да, очень жестко они ведут себя в этом вопросе. Поэтому им и помочь сложно. Они не хотят ничьей помощи, кроме собственных усилий. Пусть Господь их помилует. Когда-то дойдет до нас очередь, надеюсь, мы не будем столь категоричны. Ну, я вот об очереди, да. Потому что, когда начали сажать еговистов, сразу заговорили в евангельской среде, кто следующий. Какой там союз, какое объединение. На ваш взгляд, кто следующий в очереди? Ну, я думаю, что скорее должны быть харизматические церкви. Ну, вы намекаете на то, что по Ледяеву сейчас прошлись. По Ледяеву. Ну, Ледяеву – это маленькое связующее звено, чтобы подобраться к основному. К слову жизни. Мацолы, Крику Реннеру и к другим активистам, которые на виду. Ну, то есть вы сейчас прямо говорите о Союзе Росхвы, куда все они и входят. Ну, они, конечно, следующие по очереди, на мой взгляд, должны быть харизматические церкви. Потому что там есть смычка какая-то. Это несмотря на то, что действующий сотрудник там работает, защищает якобы. Дело же не то, что ведь работает там действующий сотрудник, или мы их не знаем. Раскрытый сотрудник уже не сотрудник, я тебе скажу. – Президент до сих пор сотрудник? – В Америке, нет, в Америке увольняют агентов, которые раскрыты. – Ну, только не у нас. – Что делают у нас с открытыми агентами, мы еще не знаем. Мы же не среди них находимся. А вот что среди нас много нераскрытых сотрудников, к сожалению, это данность. А пока не докладывают, что не докладывают? Максимально открытые. Да, они вот занимаются миссионерской деятельностью? Конечно, занимаются. Занимаются протестанты миссионерской деятельностью? Занимаются. Что протестанты говорят? Каждый протестант – миссионер. А закон яровой нам разрешает только имеющим корочки специальные. – Корочки уже всем пораздавали? – Ну, не всем. – Кому нельзя? – Не всем пораздавали, но вопрос другой, что закон это как-то регламентирует. Поэтому протестанты нарушают существующие законы и ограничения, нарушают. Да они их всю жизнь нарушают. И от царя до царя еще нарушают. И будут нарушать, потому что законы, противоречащие библейским, не могут быть принятыми к исполнению. Они не исполнялись никогда. А что значит законы? Горе тем, которые пишут несправедливые законы. Кто делает несправедливые законы? Власти делают несправедливые законы. Они не перестают при этом становиться властями. Но несправедливые законы выпускают. А мы что говорим? А мы будем выполнять несправедливые законы? Нет, мы так и не говорим. Поэтому, конечно, напряжение приближается. И если ты говоришь следующее, то мне кажется, что Риховский при всей твоей нелюбви к нему. – Да нет, люблю. – А, да, да, извините. – Как человека. – Ты его любишь особой любовью. И всем смешно. – Можно сказать, что он меня так любит. Ну, ладно, это уже личное такое, которое меня не касает. Слава Богу тебе, Господи, вышел. И живу спокойно и свободно. Но вы много говорите о государстве. Мы думали следующую передачу записать по отношению к властям. Но она вот такая позиция. Вы же видите сами и сами озвучиваете. С одной стороны, да, государство государством. Но, с другой стороны, мы никогда не будем исполнять те законы, которые противоречат Божьему Слову, Писанию, нашей вере. Вы сейчас озвучиваете это, и все говорите тоже. – Ну, есть... – Всегда же так было. – Есть руководители, которые находят общий язык с властями и убеждают их, либо отказаться от каких-то законов. Я сам в недалеком прошлом не верил, что коммунизм в Российской Федерации, в СССР, может рухнуть. Ну, не верил я просто. А он взял и рухнул. Не взирая на мое неверие, понимаешь. Другие верили. Что может быть в нашем будущем, одному Богу известно, он решает. Но власти всегда были властью. Они ограждали себя от вредного влияния так, как они это понимали. Поэтому доносить свою точку зрения до властей нужно. А как это доносить, это другой вопрос. Это зависит от мудрости руководящего. – Ну, вот в протестантской среде принято считать, по крайней мере, как мне кажется, что сейчас медиатор между властью и, скажем так, администрацией президента или там выше взять, не знаю. Это сейчас Риховский является. Но я знаю, что сейчас заговорили во всех союзах, у меня есть уже разговоры, что все начали думать, что делать с пост-Риховщиной, когда его сейчас сменят. И кто будет следующим медиатором, на ваш взгляд? Есть такие надеяния? – Я не думаю, что Риховский – полноценный представитель всего протестантизма. – Понимаю. – Только определенной части. Это не зависит от того, что кому кажется или кто как думает. Риховский представляет интересы харизматического. Братства, и он стоит на острие, я скажу, при всей сложности, на мой взгляд, он стоит на острие систем взаимоотношений между властями и протестантизмом в целом. Поэтому я думаю, что подбираются к нему все ближе и ближе. А остальные существуют, и для властей это не является авторитетом. Но сейчас есть проблемы со стороны власти, это такого нигилизма, или, я бы так сказал, отсутствие правильной информированности. После того, как раз огнали атеистов, и институт атеизма не стало. – То есть проблема с кадрами у них сейчас? – У них нет специалистов в этой области, они не знают, кто чего, кто почем и кто сколько весит. – Мы на эту тему с Пудовым разговаривали, умнейший человек, и он как раз то же самое говорил, что большая-большая проблема сегодня с кадрами. – Ну, будут учить, учат же новых специалистов. Вышли же откуда там яровые и другие, да, и другие озимые. Ну, что теперь сделаешь? Законы, где-то же кто-то знает, с чего написать и как нас ограничить. Сказать, что протестанты являются врагами власти, я не думаю. Никогда этого не было. – Никогда. – А то, что среди властей есть необразованные люди, которые таким образом портят систему взаимоотношений, то это тоже не отнимешь. Ну, давай о властях все-таки следующую передачу. – Так это не я, это вы постоянно рассказываете, как все вы строите сейчас. – Да, извини. – Нет, это очень хорошо, хоть для понимания. – Расскажи тогда все-таки о твоих планах, вот мне интересно, да. Ты займешь пост Юрия Кирилловича номер два, который так, все плохо. – Да у Юрия Кирилловича, ну, не все плохо. – А? – Да, у него все плохо с властями. О властях он говорит только плохо. Ну, друг мой, я же его читаю. Ты хочешь ему подражать или у тебя будет другое направление? Приоткрой, что можешь приоткрыть из секретных архивов. – Да секретных никаких нет, я же честно сказал, что сейчас взял время для поста, для молитвы, чтобы искать Божьего лица. – Он должен тебе рукой на стенке написать? – Не, ну, вы же сами знаете, что это уже последнее, когда человек легким найден. – Последнее. – Молюсь так же, как и вы, чтобы не оказаться в этой ситуации. – Да, 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 того царя. – Но все равно хочется чувствовать, понимать, что Бог ведет тебя в этой жизни. И дальше. Жизнь не заканчивается с уходом из какой-то централизованной структуры. Я продолжаю работать в Российском Евангельском Альянсе, благо наших церквей, куда, кстати, входят все почти протестантские организации, ну, евангельские, скажем так. Это очень хорошая площадка для объединения людей, для труда. А так я до сих пор в молитвах, размышлениях, ничьи постели не это. Я попытался выдвинуться, начал создать команду, начал работать под вопросами, которые давно назрели. – То есть ты не против заменить Риховского? – Нет, я об этом не говорю сейчас. – Ну, так говорят. – Ну, пусть говорят, как Малахова сказали. – Ну, пусть говорят. – Пусть говорят, да. – Так что говорят? Они не правду говорят? – Я не слышал. Вот вы мне первое сейчас озвучиваете, что уже меня куда-то сватают. – Ну, все говорят, как говорят, все говорят, что ты хочешь занять место Риховского. Поэтому у тебя с ним неприятность. – Господи, на камеру не видно шапку? У меня такая архипископская не растет сейчас. – Да нет, у тебя пока шапки, потом оденешь. – Ой, есть у нас неинтересно. – Придумал же Бегича в себе шапку, будь здоров какую, да. – Ой, да. Не знаю, Александр Трофимович, смотришь на страну, смотришь на евангельское движение. – Короче, не выдает своих секретов. – А какие секреты? – Видимо, надо подождать, да. То есть, место Риховского ты не займешь, тебя не выберут. – Куда? А я ушел из Росхавея. – Ну, так можно же вернуться руководителям. – Нет, господи помилуй, вы что? Там много хороших, добрых людей. Но вот мы говорили, да, сейчас о том, кто следующий, да, вот мы озвучили проблему. Ну, вот если про всю страну говорить, больше всего скандалов связаны с Росхавея только со словом «жизнь» в движении. И с ЦХМ, это вот с бывшей исходовцей. Финансовые скандалы постоянные, рейдерство в церквях, это на всю страну уже идет, льется ото все. И я не удивлюсь, если вы окажетесь действительно пророком, что действительно следующий, кто на очереди, это именно эта структура сегодня будет. В связи со всем. Вот этот последний скандал, вот как бы вы прокомментировали с пастором, который полмиллиарда, и сейчас от них, ну, прихожан собирал. Мне уже многие звонят, я знаю, как схема была устроена. Там напрямую он не все принимал, но полмиллиарда рублей. Вот представляете, Ставрополь, какой-то мелкий город. От него сначала все открестились, думали пропал, думали убили. А он всплыл, ни в чем не был. А де Ладжи, говорят, больше собрал. И ничего. Ну, а мошенники, которые звонят, мне поступают звонки, когда я вижу, что звонок левый по банкам, я говорю, как не стыдно вам этим вопросом заниматься. Вас же Господь накажет, вы обижаете стариков и прочее. Ну, может, кто-то услышал, в общем, им до лампочки. Ну, в основном, колл-центры из тюрьм, вот о чем мы вначале начали говорить. Да, Господь наказывает людей, которые обижают бедных. Бедных обижать нельзя. В Библии написано. Ну, вот смотрите, если эти колл-центры в тюрьму, значит, кто-то и телефоны им позволяет, и все. Опять мы натолкнуться системой. Ну, сказать, что это власть, не надо, я сомневаюсь. Ну, а как? Это сродни тому, что власти дома взрывали вместе с жителями. Нет, ну, знаете, бизнес организовать. Я далек от этого, от этих глупостей. И есть то, что власти организуют колл-центры, чтобы оббирать. Да не власть. Это жадные люди, которые на местах. Нет, этого нельзя, по-моему. Ну, смотри, начальника одной колонии, да, вот, где вот все это творилось сейчас, награждал недавно там, в интернете сейчас все это есть, православный священник. За его, за что? Вот опять же, я, знаете, о чем задумывался? Ну, точно не за то, что он оббирал бедных. Нет, не оббирал, там же они избивали, насиловали все в этой системе, которая сейчас последнее расследование идет. Взять и наградить там, ну, какие-то, какой-то медали его от церкви. Ну, что, или Бога не слышит, неважно от какой церкви. Без всего он не знал, что делал. Просто не понимал и не знал до конца, в чем. Не понимал и не знал, чтобы за это кто-то из священников, кого-то, значит, какого-то насильника награждал, на то, что чересчур большая фантазия. Я не думаю, что это возможно. Тогда как нам, священников, уберечься, не влезть в эти дела во все? А не надо лезть в те дела. Каждый священник должен заниматься своим делом. Когда у нас возникают проблемы? Когда мы перестаем быть священниками, становимся политиками. Политики нас всегда переиграют, потому что они опытные, они этим занимаются всегда. Александр Ильич, какая там политика? Вот священник, русская церковь, да, православная, ходит, им разрешено. Протестантов никуда не пускают, вы сами прекрасно знаете. Все хуже и хуже. Но это же тебе тоже понятно, почему. Понятно. Вера другая. Они ходят, они награждают. Неужели все не знают? Опять я говорю. Опять я говорю. Отношение властей, опять забегаем туда, отношение православной церкви к властям, с точки зрения властей, лучше, чем отношение протестантов к властям. Я с точки зрения священника. Если я окормляю тюрьму, если мне люди исповедуются, неужели никто не говорит об этих проблемах в исповеди своей? Значит, что за священник, который не только все это скрывает и покрывает, но еще и награждает насилие? Мы об этом поговорим в другой раз, а пока я хочу остановиться на этой теме, что у нас возникают проблемы, тем больше, чем больше мы, оставляя свою работу, занимаемся гражданской работой. Нам говорят, как гражданин вы имеете право. Некоторые священники путают свое право с правом священника и начинают заниматься критикой политиков, критикой политики в целом, изменять государство или воздействовать на государство. А государство, когда на него кто-то пытается воздействовать, встает в стойку. И ему все равно, кто на него воздействует, протестанты или православные. Я же наоборот говорю, человек лизнул так хорошо, что оказалось, лизнул не того, как надо. Ну, всегда они существовали. Тут же не лизуны. Вопрос-то, поймите, тут наоборот об отношении к другим. Ну, существуют лизуны, и мы их не переведем в нашем веке. С ними дожить придется. И с тихушниками. Возвращаясь к вам, Александр Афимович, когда, думаете, все-таки дело дойдет до суда? И как мы можем поддержать? С точки зрения следователя, конец ноября суд должен закончиться. То есть, где-то к дню рождения ближе, у меня в ноябре день рождения, видно, хотят подарок преподнести. А вот как будет? Вот, видишь, мы начали молиться, опять все затихло. А там, Господь, помнишь, конечно, для церкви отъем здания – это что и для тебя, да? У тебя изъяли здание, и есть проблемы в церкви. И у нас, если отнимут здание, будут проблемы в церкви. А это подпадает под что? Церковь тогда звает к Богу и говорит, что нас обижают. Как церковь, негде молиться, или надо искать другое здание. Ты там палатку поставил, нам негде там палатку во дворе поставить, понимаешь? Мы не в Калуге живем, а в центре Москвы. Поэтому мы молимся, и, наверное, Господь как-то услышит. Или другое здание пошлет, или это оставит, или еще что-то. У него много вариантов, он же удивляется, что мы там… У него полное знание и воля, а мы вот гадаем. Даже не сквозь тусклое стекло, а сквозь темное стекло. Не видим мы ничего. Поэтому мы молимся, и я помню, как учеников еще первых апостольских времен, как-то им запретили проповедовать, так они так помолились, что вызвали местные землетрясения. Ну, Москва не зона сейсмики. Да, редко тут бывает землетрясения. Но молиться нужно, и Господь пошлет свою волю. Я думаю, что это единственное, к чему должны вести своих прихожан – священники. Молиться. С чего мы с тобой и начали. Аминь. Заканчивая, наверное, скажу нашим зрителям. Сегодня у нас в гостях была Александра Федоровича Семченко, пенсионер уже, да, бывший глава Союза всех, евангельских христиан. Это вот то братство Прохановское, да, которое шло еще с советского периода. Сейчас вы на пенсии, сейчас вы находитесь под уголовным преследованием. Вы озвучили вначале. Друзья, давайте будем молиться. И, наверное, в ноябре будет суд. Мы оповестим тогда всех, чтобы тоже... Да, пусть Господь помилует и нас, и вас. И, надеемся, встретиться на небесах и смеяться над проблемами, которые были у нас на этой земле. Они покажутся столь незначительными. А сейчас они застилают весь горизонт. И кажется, что больше проблем, чем у нас, никого не существует. Пусть Господь помилует и себя с твоей церковью. Зарадкина молитесь, чтобы он не соскользнул на опасную тропу противника власти, а занимался церковью. Не, я государственник. Я за государство, за крепкое, сильное. Я понимаю, как мир устроен. Да. Как государство должно функционировать. Поэтому... Может быть, ты тогда хочешь быть следующим президентом? Нет, пока так далеко не заглядывал. За тусклое стекло нет еще. Да, да, да. Друзья, давайте закончим. Договоримся до чего-нибудь. Да, да. Благослови вас Господь. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok